Здравствуйте! В эфире программа «Управдом» и мы по-прежнему стремимся помогать вам в сложных жизненных ситуациях. В сфере ЖКХ и не только. Звоните нам по телефону редакции и пишите в группу ВКонтакте. Сегодня в программе. Мусорная реформа началась. Кто и за что отвечает? Сегодня быстро вы среагировали, все нормально. Вывезли мусор. Так держать? Или почему жители благодарят своего председателя домового совета? Мы довольны им. Очень хороший человек. Всегда идет на уступочки. К нам в редакцию обратился Амич, который пять дней добивался того, чтобы убрали мусор с контейнеров, принадлежащих жителям его дома. Мусор в результате все-таки вывезли. Эти баки, переполненные мусором, стоят здесь уже целую неделю. Отходы из контейнеров на улице Малиновского перестали вывозить с 1 апреля. За помощью люди обратились в нашу редакцию. Мы связались с оператором по вывозу мусора. И уже через час здесь появился КАМАЗ. Сегодня быстро вы среагировали, все нормально. Вот, вывезли мусор. Оказывается, площадка у дома не была отмечена на дорожной карте. Компания «Экоса», а именно ее выбрал региональный оператор «Магнит» для перевозки мусора, уверена, что ситуация в скором времени стабилизируется. Для того, чтобы вашу мусорную установку включили в схему уборки мусора, необходимо позвонить на горячую линию компании «Магнит» по телефону 8 800 25 07 499. Мы создали специальный реестр таких площадок. По ним ведем специальный учет, включая в наши действующие маршруты, обслуживаем их, то есть вывозим уже непосредственно твердые коммунальные отходы. И затем передаем эту всю информацию в оперативном режиме в компанию «Магнит» для принятия мер по установлению уже владельцев этих контейнерных площадок, либо контейнеров. Если проблему уборки мусора можно решить сравнительно быстро, то вот кто должен следить за санитарным состоянием той или иной площадки, разобраться непросто. Вот так выглядела мусорная площадка по адресу энергетиков 29А до мусорной реформы. Вот так она выглядит сейчас. Мусор усилиями единого регионального оператора убрали. Однако проблема содержания площадки осталась. На каждый бачок приезжает отдельная машина. То есть они вот четыре раза за день приезжают КАМАЗы. То есть дороги все вот эти, вот это их дело. Они тут буксуют по весне, как бы, ну, ужасное положение. То есть я не знаю, как-то и до мам собираться, и решать вопрос. Дело в том, что на каждый мусорный бачок здесь есть своя управляющая компания, которая следит за своей мини-площадкой. А вернее сказать, не следит. Есть график уборки, составленный специалистами администрации округа, но он не соблюдается. И так, что делает людям, если они попали в подобную ситуацию. Теперь переживать за то, что мусор не вывезут, не надо. Единый региональный оператор будет вывозить все контейнеры за один раз. А вот с теми, кто все-таки должен убирать подобные площадки, дело обстоит гораздо сложнее. Если земля под мусорными баками муниципальная, то обращаться необходимо в администрацию округа, в административно-техническую инспекцию. Если земля принадлежит жителям многоквартирника, то надо смотреть, как заключен договор между собственниками управляющей компании. Если управляющая компания не соблюдает его и вокруг санитарной установки разбросан мусор, то обращаться необходимо в ГОЖИ в инспекцию. Подробную информацию о мусорной реформе вы можете узнать, зайдя на сайт 12 канала в раздел «Документы», папка «Мусорная реформа-2019». Пока МИЧИ и региональный оператор заставляют убирать мусор управляющей компанией, в поселке Привокзальный председатель домового совета Николай Кряжемский, сотрудничая со своей УК, превратил многоэтажку в цветущий оазис. Как это удалось ему сделать, разбиралась Анастасия Донец. Жители этой, на первый взгляд, обычной пятиэтажки на улице Вокзальной уже несколько лет не платят за ОДН по горячей и холодной воде. Но при этом и в списках злостных неплатильщиков управляющей компанией не значится. Взять эту непростую статью расходов ЖКХ под контроль удалось благодаря председателю совета дома Николаю Кряжемских. Он четко ведет контроль под счетом домовых приборов, учета плюс общий домовой прибор, учета. И вот тот самый ОДН, который съедает много денег на доме, у него практически нулевой, я буквально вчера позавчера с ним разговаривал, по горячей воде говорит, он ноль. Но я, честно говоря, был очень сильно удивлен. Сам председатель совета дома говорит, никаких секретов в его системе экономии нет. Результаты удалось достигнуть только за счет долгой и упорной работы. Я начал работать в 11-м году. Мы первым делом собирали с шапкой, ходили по дому. И собирали люди, правда, все отдали деньги. И собрали, значит, и поставили автоматизированный тепловой узел. На холодную воду поставили преобразователь расхода электромагнитный. И теперь у нас счетчик, как говорится, считает идеально. На горячей воде у нас тоже преобразователь стоит электромагнитный. И там тоже ОДН нет. Говоря простым языком, каждый общедомовой счетчик оснащен специальным прибором. Данные с него в онлайн-режиме поступают на домашний компьютер Николая Николаевича. Если есть утечки, председатель совета дома сразу о них узнает и решает проблему. Каждое мое утро начинается с компьютера. И сразу я отслеживаю параметры, как у нас теплоузел сработал за сутки и как у нас холодное водоснабжение сработало. И у меня сразу есть картина с утра, хорошо или плохо. И это, как говорится, огромное подспорье. Я уже не хожу в подвал, не смотрю там. За годы работы Николай Кряжемских научился не только экономить, но и зарабатывать. Так за счет трех предпринимателей-арендаторов нежилых помещений удается дополнительно получать около 15 тысяч в месяц. Все деньги идут на нужды дома. Мы довольны им. Очень хороший человек. Всегда идет на уступочке. Он нам скамеечки поделал. И что не попросишь, он всегда делает. Поставили нам вот грибочки новые. Сделали свет в подъездах. Уходим, выключается. Заходим, включается. В подвале нигде не капает, не течет. Все чисто, сухо. Ну, так что мы довольны. Своим энтузиазмом председатель совета дома буквально заряжает всех вокруг. В этом году жители пятиэтажки одними из первых вышли на субботник. Сейчас облагораживают полисадники и готовят клумбы к посадке цветов. Есть у Николая Николаевича и своя муза. Вдохновитель и верный помощник супруга Лидия Дмитриевна. Увлечение у вас такое получается? Ну, а что? Людям надо помогать. У нас очень много пенсионеров одиноких. Поэтому надо помогать людям. Сделаешь людям добро, и тебе оно вернется, как говорится. Как показывает опыт Николая Кряжемского, заботиться о своем доме и заметно экономить не так-то сложно. Например, снизить плату за УДН можно с помощью простых шагов. Установить современные счетчики во всех квартирах и помещениях дома. Создать совет дома и выбрать председателя. Организовать ежемесячный сбор показаний всех счетчиков одновременно и общедомовых, и индивидуальных. Председателю совета дома подключить на своем компьютере сервис личный кабинет старшего по дому на сайте Омскводоканала. И ежемесячно вносить все показания через личный кабинет. Провести аудит внутридомовых сетей для выявления несанкционированных подключений протечек. Для этого необходимо обратиться в вашу управляющую компанию или ТСЖ. О других секретах экономии можно узнать на сайте 12 канала в разделе «Документы». Папка «Взять свой дом под контроль». А теперь наша рубрика «Блиц-вопрос», где на вопросы о мячей ответит главный жилищный инспектор Омской области Александр Бурых. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, Владимир. Итак, Надежда Ивановна Иванова спрашивает. Мы платили за капремонт непосредственно в фонд капитального ремонта. Можно было оплачивать квитанцию везде, в том числе и на почте. С октября 2018 года мы каким-то образом оказались в УК. И теперь мы должны платить в управляющую компанию и только в Сбербанке, где 20 рублей комиссионный сбор. Собрания не было, подписи не собирали и нас никто не спрашивал. Ну, на сегодняшний день тема «Злободневный капитальный ремонт». Понятно, что когда мы решаем для себя, что платим в котел, то есть на общий счет регионального оператора, то все вопросы решает региональный оператор и собственники практически могут минимальные какие-то действия принимать. Но когда мы решили собранием собственников, что капитальный ремонт будет проводиться со спецсчета, спецсчет хранится в управляющей компании, то естественно, что те расходы, которые были предусмотрены у фонда, у управляющих компаний их нет. Поэтому и оплата квитанции, и с каким банком будем сотрудничать, какие там проценты, и, соответственно, стоимость, так скажем, той самой оплаты квитанции, это все ложится на самих собственников. Поэтому, когда вы принимаете решение, когда вы проводите собрание, нужно на эти нюансы, на эти детали обращать внимание. Артеменко Валерий Федосеевич проживает на улице Бархатовой, дом 5. Интересуется. За наш дом судятся две управляющие компании. Решения суда пока нет. Что мне делать, кому платить? Самое простое, что можно посоветовать в подобной ситуации, если у вас оказалось две управляющие компании, и вы не знаете, кому платить. У вас на руках есть квитанция, и вы по этой квитанции оплачиваете какой-то управляющей компании. Продолжайте платить этой управляющей компании до того момента, пока не получите реальных подтверждений к тому, что у вас сменилась управляющая компания. Это может быть справка, это может быть обращение в Государственную жилищную инспекцию, либо уведомление вашей новой управляющей компании, которая будет ссылаться на нормы законодательства. В том числе на то, что в приложении к лицензии изменился тот, кто управляет вашим многоквартирным домом. Чумакова Татьяна Викторовна спрашивает. У нас газовая котельная на природном газе. Нам говорят, что котельная нерентабельна, и предлагают нам установить индивидуальное газовое отопление. Законно это или нет? Ну, переход на электротермию, или так называемая реформа у нас энергоэффективности, она идет по всей Омской области, не только в Омском районе, но и в Омском районе в том числе. Поэтому эта программа, программа, утвержденная администрацией Омского района, сама программа ничего противозаконного в себе не имеет. Отдельные ее этапы или какие-то фрагменты, возможно, могут быть какие-то нарушения или недоработки. В первую очередь рекомендую обратиться в администрацию Омского района, главе, за разъяснениями. То есть должна быть утверждена программа перехода на электротермию, и, соответственно, должны быть определенные прописаны периоды, сроки, кто, когда, каким образом. Эффективна или нет котельная, мне сложно судить, поскольку здесь нужно смотреть анализ по затратам. Ведь котельная, даже самая, так скажем, оборудованная всем необходимым газом, имея дешевое отопление, она может иметь большие сети, сети в запущенном состоянии, и ремонт этих сетей, как правило, тянет все в убытки. Поэтому вопрос устройства мини-котлов индивидуальных систем отопления в самих квартирах, он по своей, так скажем, эффективности может быть в этом случае предпочтительнее, чем содержать огромную котельную и с большими сетями. Дорошенко Татьяна Петровна спрашивает. К нашему дому предприниматель для своей организации пристроил пристройку. На стене этой пристройки предприниматель вывесил баннер. Имеем ли мы право требовать оплату за рекламу? Если данная пристройка оформлена как самостоятельное строение, то ее собственник решает, размещать там рекламные конструкции или нет. Если она была построена как часть многоквартирного дома, то тогда решение проводится через собрание собственников данного дома. Старцев Владимир Арсентьевич проживает на Комбинатском переулке. С 2014 года мы, жители, платили за капремонт. В ноябре 2018 года наш дом признали аварийным. На доме в капремонте числится 200 тысяч рублей. Мы просили вернуть нам эти деньги, но нам отказали. Законно это или нет? Периодически такой вопрос возникает. То есть, собственники копили деньги, в данном случае 200 тысяч, накопили на капитальный ремонт, но при этом их дом признали аварийным. То есть, он подлежит сносу. Средства, которые предусмотрены были для того, чтобы проводить капитальный ремонт, будут направлены на снос данного многоквартирного дома. Вообще, по закону, собственники должны его снести. Но поскольку они, как правило, группа неорганизованных лиц, и у них таких компетенций и возможностей нет, это делает орган местного самоуправления. Если после сноса дома остается какая-то сумма, то она пропорциональна доле каждого собственника, возвращается каждому собственнику на его личный счет. Спасибо, Александр Владимирович. Сносить должны сами. Такое у нас законодательство. Ну, а на этом наша программа заканчивается. Звоните нам по телефону редакции и пишите в группу ВКонтакте. На сегодня все. До свидания и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин